Уважаемые коллеги, дорогие друзья, на самом деле в первую очередь хотелось бы всех поздравить с этим важным для каждого событием, Днём Российской Науки. И вот вчерашний день, он конечно был ознаменован важным мероприятием, которое мы провели, мероприятием, которое имело достаточно серьезные предварительные корни, проработку. И мы вместе с Росатомом довели в сложнейшей атмосфере, потому что пришлось несколько раз как бы менять логику. Я говорю про реактор, естественно, пик. И на самом деле, ведь если посмотреть, мы же фактически, вот это тот реактор, который был, на самом деле он один из самых сейчас является самым мощным, самым как бы перспективным. И несмотря на то, что технологии, которые были заложены в 80-х годах, они до сих пор не только являются актуальными, они являются передовыми. И фактически мы за вот эти 10 лет сложным образом прошли все изменения и как бы законодательство в области использования атомной энергии. И вот те требования, которые предъявлял Ростехнадзор, заменили все системы безопасности. И вчера, конечно, было ключевое событие. И очень важно, что именно и Курчатовский институт, и Росатом вместе докладывали президенту о запуске, о переходе уже на энергетический режим. Что хотелось добавить, что на самом деле вот в год науки и технологий вот это самое главное событие, как бы стартовавшее, давшее, запустившее, вот я надеюсь, целую сеть, целую цепочку дальнейших таких важных мероприятий, оно вот имеет под собой одну такую серьезную основу. Здесь участвовала и научная часть, и технологическая. И мы, конечно, понимаем, что как нету технологий без науки, так и, в общем-то, нету науки, которая в конечном итоге не направлена на технологии. И что еще важно, и президент вчера отметил, мы на самом деле сейчас развертываем масштабную программу создания установок Мегасайенс. По сути, вот если мы сейчас говорим о науке, о научных достижениях, мы уже не мыслим эти результаты без установок такого класса. И сейчас вместе также и с участником этой программы является Росатом, мы разворачиваем большую программу создания синхротрон-нейтронной инфраструктуры по, собственно говоря, по всей территории Российской Федерации, начиная от Дальнего Востока, заканчивая Питером и Гатчиной от Москвы до Новосибирска. Я хочу сказать, что это не просто создание отдельных установок, это создание целой сети, которая, каждая установка, она эффективно вписывается в логику и работу, вот, собственно говоря, научной части того региона. И будет являться вот таким основным ключевым элементом развития, естественно, научных исследований. И здесь мы не только имеем научную базу, мы имеем и прямой выходной технологии. Поэтому программа уже запущена, вот реактор ПИК как раз был такой первой ласточкой, и я считаю, что именно вместе с Росатомом у нас очень много таких совместных задач, совместных решений, ну и, конечно, совместных результатов. Вот я абсолютно согласен, что много сделано, но предстоит сделать еще больше. Поэтому у нас формат презентацию подразумевает, да? Тогда я, наверное, вот еще раз всех поздравлю и непосредственно перейду к презентации, как раз она посвящена меганауке. И хотелось бы с этого и начать. На самом деле, если мы сейчас посмотрим, то действительно нет науки сейчас без мега-сайенс. Мы, мега-установки представляют важнейшую составляющую в развитии страны, в обеспечении ее независимости. И Россия всегда являлась, всегда будет страной, ключевым игроком на этой поле. И сейчас фактически мы участвуем во всех таких ведущих проектах международных. Но более того, если мы посмотрим, то практически все эти проекты и наоснованы на идеях, на работах советских и российских ученых. Это можно провести отдельный доклад, но я хочу напомнить. Встречные пучки Буткер, автофазировка, работа Гиндбурга по синхротронному излучению. Лазер на свободных электронах – это работа Салдина. И на самом деле, что очень важно, мы прошли вот такой сложный путь, когда создавали вместе с Европой международным сообществом установки. Но что очень важно в этом, мы не только смогли сохранить свою культуру, сохранить потенциал рабочей группы, выступать на равных во всем мировом сообществе, а мы смогли перенести вот эти все технологии, эти возможности сюда. И сейчас мы уже здесь полностью своими силами, как вчера подчеркивалось, создаем новые мегаустановки. И вы знаете, если, так сказать, Курчатовский институт, который вместе с Росатомом вырос из лаборатории номер два, по сути является вот организацией, которая и предназначена была изначально для создания развития мега-сайенс в стране. И вот первый циклотрон, ядерный реактор, потом атомно-энергетические установки для флота, токамаки, синхротроны, это все как бы родом из Курчатовского института. И сейчас у нас достаточно большая линейка, более десятка различных установок класса мега-сайенс, которую мы используем. И вот как раз такая картинка из телевизора, как вчера было сказано, посвященная как раз ключевому событию вывода реактора пик на энергетический режим работы. И здесь видно вот некая такая этапность, которую мы прошли, начиная от того, когда ПИЯВ вошел в состав Курчатского института, да, вот ключевое событие, но у нас вчерашнего дня, но у нас еще есть событие, которое мы должны пройти. И вот выход на 100 мегаватт, это на самом деле уже будет завершение. И, конечно, я хотел бы абсолютно отметить роль Росатома в этом событии. Это и Никиет, это Росэнергоатом и компании, входящие в него. И, конечно, ТВЭЛ, да. И на самом деле с топливом это отдельная история. Нам сейчас предстоит как бы создать новое топливо, его загрузить. Поэтому, повторяю, что предстоит еще сделать немало. На самом деле это исследовательский реактор, и у него немножко другие технические, так сказать, особенности, в отличие от реакторов атомных станций. И здесь вся задача идет на создание нейтронных пучков и вывод их уже в экспериментальный зал. Мы запустили же пять первых экспериментальных станций этого реактора. Они уже работают, проводятся первые эксперименты. И теперь два слова о программе синхротрон-нейтронных исследований. Значит, как я уже говорил, она запущена была указом президента. Вот ландшафт, который покрыт, то есть основные такие ключевые точки и Новосибирская область, и Московская, и Петербургская, они будут обеспечены созданием синхротронных и нейтронных установок. Но самое главное, что программа как бы не подразумевает не только создание вот указанных. Конечно, программа более широко рассматривает те установки, которые уже существуют. И вчера об этом говорилось, что на самом деле мы созданием и Дмитра Воградского реактора, с другой стороны ПИК, обеспечим вот такую непрерывную линейку энергий нейтронов. Вот я два слова скажу про вот эту картинку. На самом деле здесь показывает инфраструктуру мировых исследований в области синхротронных источников. Вот есть с одной стороны такие вот снизу показаны базовые синхротроны, рабочие лошадки. Они, в общем-то, любая технологически развитая страна просто обязаны их иметь. И они существуют для поддержки существующих технологий. А вот реальные прорывные результаты воспроизводятся только на флагманских синхротронах. И несколько стран всего лишь позволили себе их иметь, эксплуатировать и тем более создавать. И вот в рамках программы мы создаем две не имеющих фактически мировых аналогов установки. Это ПИК и проект СИЛА, синхротрон-лазер. Это одновременно объединенный в одной инфраструктуре рентгеновский источник синхротронного излучения и лазер на свободных электронах. Сейчас в Курчатском институте работают две вот такие базовые машины, базовые лошадки исследовательские. Это Курчатский единственный в России специализированный источник Курчатского института и исследовательский реактор Р8. И на самом деле эти две машины мы можем использовать комплементарно, как бы как в бинокулярное зрение, смотреть на те практически с разных сторон, на те или иные задачи по исследованию структуры. Но это настоящее, а в будущем в рамках программы будет полностью изменена конфигурация Курчатского источника, будут полностью заменены все системы ускорительного комплекса, ускорительно-накопительного комплекса. И, соответственно, вот я хотел бы еще остановиться на концепции источника СИЛА, синхротрон-лазер. Это линейный ускоритель, который будет набжать электронными накопительное кольцо, и также большой андулятор рентгеновского лазера. На самом деле это путь в новую физику. Как говорится, 20-й век, этот век упорядоченных материалов. Сейчас мы переходим в исследование в совершенно неупорядоченных аморфных материалах, причем с нанометровыми возможностями, с нанометровым неразрешением, а именно объекты. Это первый переход, он сейчас очень важен, это исследование вирусов. То есть такими пучками мы можем видеть отдельные вирусы. Это очень важно с точки зрения также и близкого всем нам реакторного материаловедения, потому что на самом деле все, которые процессы происходят, мы их называем кристаллизацией, а на самом деле важно уметь исследовать именно аморфные неупорядоченные тела. Дальше на базе Курчатского института создается научно-образовательный медицинский центр, центр ядерной медицины, и создается несколько комплексов. В Протвино создается два комплекса углеродной терапии, создается радиоизотопный комплекс в Москве и в Гатчине, и в Гатчине также создается офтальмологический центр на базе циклотрона С-80, и типовой протонно-лучевой центр, который можно реплицировать, создается в Москве. Ну вот здесь показаны наши возможности с точки зрения обеспечения радиофармпрепаратами и изотопами, производства изотопов. И вот теперь я хотел перейти уже к программе развития техники и технологий научных исследований в области использованной атомной энергии, где Курчатский институт определенно определяется как головная научная организация. Вот помимо этой функции есть конкретно задачи, которые будет выполнять Курчатский институт по научной части программы. И они в основном связаны с развитием плазменных технологий, с развитием токомаков. И в общем, как раз вот тот перечень задач, который представлен, он как раз направлен на именно развитие этой области. Вот что важно, что мы уже прошли первый подготовительный этап, это еще до этой программы, но в этом году у нас состоялся физический пуск еще одной установки. Это тоже установка класса Мегасайенс, токомак, Т15МД. Завершены все работы. Вот здесь показана его инфраструктура. Это несколько подстанций, это вычислительная база, это различные системы охлаждения и так далее. Вот завершены все работы по созданию, по подключению. Вот уже здесь показан пеллору и плазменный разряд. Конечно, это еще не плазма в том виде, в котором она должна быть, но это уже демонстрация то, что все системы готовы и мы можем двигаться дальше. И вот в рамках программы мы проходим перевооружение этой машины, фактически увеличивая существенно и время длительности импульса, время жизни плазмы и ее температуру почти на порядок. Также в рамках программы мы развиваем работы в области гибридных реакторов. И вот работа, которая началась еще 10 лет назад в Курчатском институте, она продолжается в рамках программы. Мы создаем, по сути, критические технологии, двухкомпонентные атомные энергетики. И связано это как раз с пересозданием токомака, где в бланкете будет перерабатываться уже тори, перерабатываться ядерное топливо, уран-233. И здесь я не могу, конечно, еще отметить международные проекты. Это все, на самом деле, их как бы непосредственно в программе нет, но они представляют единую неделимую линейку вообще развития управляемой термоядерного синтеза в России. Это, конечно, проект международного реактора ИТЭР, который активно сейчас развивается. В общем, в 2025 году должен состояться физический пуск. Здесь тоже большое поле нашего сотрудничества с Росатомом. Вот, как видно, на самом деле, проект такими большими шагами идет к своему завершению. И еще один проект по токомакам – это Игнитор. На самом деле, это уже токомак нового поколения, сверхсильным магнитным полем, который позволяет в таких компактных масштабах создать для плазмы такие невероятные параметры, на самом деле, и, собственно говоря, добиться уникального нагрева 100-120 миллионов градусов. И это некое новое слово, которое тоже нам надо будет сказать в области развития управляемого термоядерного синтеза. И вот хотел я завершить уже свое выступление вот такой дорожной картой, где показаны ключевые точки, ключевые установки, которые мы создаем. И, соответственно, задача наша – выйти в 60-х годах уже на создание первой термоядерной электростанции. Спасибо большое. Спасибо большое, Александр Евгеньевич, за такой подробный анализ возможности Курчатского института. Поскольку у меня право ведущего, я узурпирую возможность сделать пару комментариев. Было бы очень здорово, если бы то сотрудничество с Росатом, о котором вы говорили, нашло бы свое проявление и в части строительства новых станций для реактора ПИК, которые, я думаю, предстоит делать Курчатскому институту, и в части реализации проекта «Игнитор», и другого проекта класса «Мегасайенс» и того фабрики, которая тоже включена в перечень проектов «Мегасайенс». Так что мы надеемся на то, что Курчатский институт эти проекты инициирует. Ну, я могу так ответить. Значит, мы сейчас со вчерашнего дня, мы четко под присмотром первого лица, поэтому у нас другого-то и пути нету сейчас. Отлично. Вот, поэтому, но на самом деле, если вот так серьезно, ведь у нас вот поле деятельности, оно просто как бы, его даже краев не видно, потому что и станции, и, собственно, как нейтронные, так и синхротронные, и сами детали ускорителя, самые ускорительные вот эти магниты и так далее, это огромнейший полис для сотрудничества. Нам надо просто, мы, ну, как бы совершенно неправильно сделаем, если не будем, как бы иметь здесь совместные работы. Конечно, мы так не сделаем. И я хочу сказать, что при этом сегодня мы не затронули, собственно, базовый вопрос взаимоотношений Росатом и Курчатского института, который касается ядерной энергетики, всех новых реакторов. Тут, я думаю, даже не о сотрудничестве, а просто о плотно-соместной работе, иначе, как говорить, нельзя. Спасибо, Александр Евгеньевич. Спасибо большое.